Итак, добрый день! Сегодня мы с вами будем создавать шаблон на основе вида того же самого домика, который мы с вами моделировали в программном комплексе. Будет возможность построения двух возможных шаблонов. Первый это ленивое быстрое создание и второй более кропотливое, где уже можно от и до редактировать все необходимые настройки. Итак, что мы с вами делаем? Для начала пойдет быстрая линиевая постройка. Все ссылки на временные метки нашего выполнения будут располагаться опять же в описании канала. И давайте начнем. Я нажимаю в левом углу вкладку файл, сохранить как шаблон. Это у меня будет шаблон проекта. Сохраняю как шаблон. Удобный путь выбираю для сохранения. Пускай это будет называться шаблон. Шаблон. Разрешение его RTE. Соглашаюсь с выполнением данного действия. У меня происходит интеграция модели. Файл сохранился как шаблон. Я могу увидеть в дальнейшем, что это шаблон проекта. Закрываю данный путь и закрываю проект. Нажимаю вкладку создать. У меня вылезает возможность выбора. Создание чего? Какого шаблона? Конкретно шаблонных проектов различных. Я уже говорил в начальных самых уроках по Revit. Я работал изначально в архитектурном шаблоне и его сохранил отдельно уже все настроенные элементы. Вообще для чего необходимо сохранять шаблоны? Чтобы лишний раз не перенастраивать толщины линии, размерные стили, настройки визуализации, настройки фасадов, настройки разрезов по толщинам линий, можно сохранять уже готовый проект как шаблон и уже в дальнейшем с ним работать. Первоначально ленивый наш шаблон будет представлять из себя набор всех элементов, которые были задействованы в программном комплексе, а конкретно где он располагается. Нажимаю в клавишу обзор, выпадающей менюшкой нахожу путь, куда я его сохранил. Вот он мой шаблон. По маленькой иконке я уже могу судить, что в этом шаблоне располагается. Открываю данный шаблон. У меня происходит обновление пространства моделей и я вижу, что опять же мой домик. Ничего не изменилось. По факту я открыл тот же самый проект с применением, ну не точнее, открыл чистый шаблон с применением настроек тех, что у меня были в моем проекте. А давайте посмотрим, что я в итоге сделал. Теперь во вкладку архитектуру, если я зайду, произведу построение какой-либо стенки, я могу увидеть то, что в сборках свойствах моих стен уже присутствуют те стены, которые я создавал по предыдущему проекту. Если бы вы создавали архитектурный шаблон, либо любой другой, их бы у вас не было. Они были бы стандартные. Я воспользуюсь созданием шаблона по стенке газобетон 400 и 120. Построю ее рядышком со своим домом. Я объясню, почему строю рядом со своим домом. Я вижу то, что все толщины линий моей стены настроены. Мне не нужно будет ничего заново переделывать. Вспоминаем, по плану этажа мы с вами регулировали все эти толщины линий по видимости и графике. При этом все шаблоны листов у меня тоже уже настроены с основной надписью, рамкой и так далее. Если бы я строил данную стенку за пределами своего домика, вспоминаем то, что мы с вами подрезали данный вид. Он мне пишет, что они не отображаются на данном этаже. Если я удалю область подрезки, я увижу то, что вот она моя стенка. А давайте сделаем теперь шаблон, чтобы он у нас был чистый формально, но в нем были уже все необходимые настройки, которые нам необходимы. Так, второй вариант. Что я делаю? Ну, данный шаблон я могу закрыть. Проект четвертый он по умолчанию называется. Открываю наш проектик. Не шаблон предыдущий, а проектик. Основные надписи и рамки я хочу, чтобы они у меня остались. Я их удалять не буду, пускай они у меня сохранятся. Перейду на план площадка для начала, удалю все ненужные мне элементы. Да, можно осуществить чистку проекта и быстрее, но для начального этапа достаточно просто поэтапно удалить все. А так у нас через управление можно на самом деле автоматизировать данное удаление. Выделяю постепенно необходимые элементы, удаляю их. Проверяю через лампочку, чтобы у меня все на площадке элементы были удалены. На плане первого этажа у меня остается маркировки помещений, название. На плане второго этажа, скорее всего, то же самое. И на плане третьего. Я все стер, что мне необходимо. Ведомости, пускай у меня останутся, мне лишний раз их не придется создавать. Они будут автоматически появляться и настраиваться в зависимости от того, что я буду выполнять по своему проекту. Осмотрю еще раз вид на трехмерном виде. Вижу, что в проекте нет ничего. Вернусь на план площадка. Отключу подрезку моего вида. На плане первого этажа то же самое сделаю. На плане второго этажа то же самое. И на плане третьего. Напоминаю, что подрезка вида у нас с вами располагается внизу, рядышком с очками. Есть показать область подрезки и, соответственно, подрезать вид согласно области нашей подрезки. Я делаю это таким образом, чтобы у меня, во-первых, этот вид не подрезался. Просто отжимаю галочку. Теперь что я делаю? Для тех, кто еще не увидел, я закрыл неактивные окна. Каждый раз, как я переходил на различные этажи, у меня открывалась еще одна дополнительная вкладка. Чтобы от нее избавиться, сверху есть команда «Закрыть неактивные окна». Закрою ее. Теперь воспользуюсь файл «Сохранить как шаблон». Пускай это будет шаблон 1 уже. Шаблон 1. Либо шаблон мой, как вам удобнее. Ок. У меня происходит интеграция модели. Теперь могу спокойно закрыть данный шаблончик. Нажимаю вкладку «Создать». Снова «Обзор». Снова нахожу путь там, куда я сохранил шаблон. Либо я могу вообще его скинуть в корневую папку. Он у меня появится в Revit. Мне придется его недолго искать. Нахожу путь. Мой шаблон 1. Открываю его. Что я вижу? Чистый проект, начиная с плана площадки. Да, там есть какие-то ведомости и спецификации, но они уже настроены. Эти элементы у меня еще не размещены. Они будут автоматически потом обновляться. Ну, либо можно будет удалить сообщение и переназначить его. Ну, удалить не сообщение, а удалить помещение. Вспоминаем то, что каждый шаблон настраивается индивидуально в зависимости от того, чем вы занимаетесь и что вам необходимо, чтобы в этом шаблоне осталось. Да, есть большие сборки у предприятий. Уже сразу же есть готовые сборки, на которых обычно работают конструктора, инженеры и так далее. Мы с вами создаем его самостоятельно. Итак, вернусь на план моего первого этажа. Что я вижу? Во-первых, у меня фасадик скрылся. Я в прошлый раз его не отобразил. Но это не повлияет ни на что. Итак, вкладка архитектура. Стена архитектурная. И что я здесь наблюдаю? Во-первых, у меня опять же сборки моих стен, которые я уже использовал, я могу опять же выполнять при помощи них построения. Следующее, что я могу видеть. Привязку поставлю план второго этажа. У меня высота этажа 3 метра. Откуда он это берет? Дело в том, что в предыдущем моем шаблоне я уже настроил планы этажей, а не уровни. Они у меня шли по 3 метра. И соответственно настройки уровней у меня сохранились. Мне не придется их переделать, если у вас одинаковая высота этажа. Если вы выполняете однотипную работу на протяжении, сидите в офисе и одновременно выполняете несколько заказов по домикам в течение недели, двух, месяцев, в зависимости от скорости выполнения. Итак, на плане первого этажа стена архитектурная, газобетон, кирпич. Я пока без осей проектирую. Что я вижу? Что у меня настройки штриховок моих материалов сохранились. Кто помнит о штриховке материалов, задавал, наверное, к середине всех занятий по Рэбиту. А сейчас они уже сразу же сохранились автоматически. Толщины линий у меня все настроены. Толщины линий присутствуют. Давайте построим ось, посмотрим как она выглядит. Ось у меня изначально уже присутствует по ГОСТу. Разница только в чем. Я не произвел очистку файла, поэтому у меня ось начинается с последней, задействованной в том шаблоне, в котором я сохранил. Но ничего страшного в этом нету. Я могу ее поставить в ось А. И дальнейшее уже построение осей пойдет в нормальное обозначение. Поэтому ничего страшного в этом нет. И они уже настроены по ГОСТу. Если я перейду на фасад, тот же самый восточный, я создал стенку. У меня еще толщины линий здесь не применились. Но я вспоминаю о том, что когда я выполнял проект, я сохранял шаблон вида для настроек моих фасадов. Когда сделал один. Когда я делал фасад, я тоже ссылку на него оставлю. Итак, я нажимаю во вкладку вид, шаблоны видов. Применить шаблон к текущему виду. Я его называл просто фасады. И вот он у меня перенесся вместе с моим шаблоном. Открою его. И обнаружу то, что у меня скрылись все уже ненужные мне элементы. Настроились толщины линий. Если зайду во вкладку видимости графика, я могу обнаружить то, что те линии, которые должны быть толстые, настроились. Те, которые тонкие, они тоже уже настроились. Так, как я делал по своему предыдущему проекту. Точно так же и на плане моего этажа я могу увидеть то, что... Во вкладке вид видимости графика, то, что все основные линии, которые должны быть толстые, тоже уже настроены. Используя шаблон, вы оптимизируете свою работу в программном комплексе. И выполняете все поставленные задачи намного быстрее. Я думаю, видео было достаточно интересным. Скоро увидимся.